Вот мы сейчас показываем Херсон. Перемещаемся в Херсонскую область, на границу Херсонска-Николаевска. Там есть такое село Высокополье, оно чуть-чуть и выше северо-восточной Архангельска. И там уже две недели очень сложная обстановка у российских войск, находящихся в том районе. В чем сложность? Мы обходим ее, обошли справа-слева. И сейчас можно сказать, я не все могу сказать, но то, что, говорю согласованно с военными, мы взяли Ольгина частично и почти полностью Потемкина. Как мы можем видеть, это два населенных пункта справа и слева от Сокополья. Значит, там, по сути, повторение Лавайска для России, для российских войск, потому что свыше тысячи бойцов там примерно. Не две, как объявили, но свыше тысячи. Да, объявили две. То есть тысячи точно есть? Чуть-чуть больше тысячи, да, по нашим оценкам, с вооружением военной техники, они находятся в окружении тактическом. Вчера была попытка прорыва их оттуда. Была пресечена нашим огнем, они вернулись назад и находятся, скажем так, на три четверти в окружении с огневым контролем выхода и мест. А российская команда, они пытаются что-то предпринять, помочь им там как-то освободить? Я думаю, что российское командование слегка деморализовано тем, что происходит в Херсонской области. Это, кстати, прямое следствие работы по размягчению обороны химарсами. Кстати, очень хороший кейс, который гражданским людям, не понимающим этих вещей, может показать, как это работает. Вот смотрите, многие задаются вопросами, ну хорошо, вы уничтожили штаб, уничтожили склад. И что? Они привезут новый штаб, привезут новый штаб, и вот то. И вот такие вещи случаются, когда командование, оглушенное потерями, оглушенное дезорганизацией, не успевает вовремя принять соответствующие меры. Но могу поздравить коллег из российских вооруженных сил, коллег, потому что мы все военные, они, потому что им сочувствовали, я на их стороне, с первым маленьким котлом в этой войне. А он первый, да? Первый? Да, товарищи офицеры, товарищи солдаты-прапорщики, генералы Маршин, поздравляю, вы доигрались. Это не первый, но далеко не последний.